Толчком для глобальных перемен стал доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС, осудивший массовые репрессии и развенчавший культ личности Сталина. Эта смелая речь фактически о преступлениях прежнего правителя была произнесена за закрытыми дверями. Однако очень скоро разнеслась по партий ячейкам всего Союза, и закрытым доклад быть перестал. В стране назревали серьезные перемены. Проведенные реформы затронули все сферы – политическую, экономическую и культурную. Хрущев планировал догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения. И хотя в погоне за мясными рекордами по всей стране вдруг стали резать молочные породы коров, это хрущевское стремление было по-своему революционным. Ведь раньше советские лидеры грезили подарить миру социалистическую революцию, приехать на танках и подарить. А теперь впервые генсек планировал соревноваться с капитализмом в мирной жизни, по принципу «кто у кого лучше живет». Перегнать США Советскому Союзу все-таки удалось, но не в промышленности. Русские стали первыми в космосе, заявив о себе на весь мир как о сверхдержаве. Американцы не могли пережить возросшую мощь соседа и при любой возможности пытались спровоцировать конфликт даже на высшем уровне. Так в 1959 году в парке Сокольники на открытии американской национальной выставки вице-президент США Ричард Никсон с вызовом заявил Хрущеву «Мы богатые, а вы бедные. Мы едим мясо, а вы едите капусту». Хрущев не сдержался и прилюдно послал вице-президента. Генсек никогда не стеснялся о выражениях, если требовалось защитить советский народ и советский строй. Крестьяне перестали быть людьми второго сорта и впервые получили паспорта. Доходы колхозников выросли. Повысилась заработная плата и в промышленности. Продолжительность рабочей недели сократилась с 48 до 46 часов. После денежной реформы 1961 года увеличился размер пенсии, закрепившись на минимальном уровне в размере в 120 рублей. Сократился и пенсионный возраст. Была отменена оплата за обучение в старших классах и интернатах, которая существовала с 1940 года. На дебывалом подъеме находилось и жилищное строительство. Дома хрущевки вытесняли коммуналки и бараки. В период с 1956 по 1963 годы жилья было построено больше, чем за предыдущие 40 лет. 54 миллиона человек отметили новоселье. То есть каждый четвертый советский гражданин. Научная и культурная жизнь государства также ощутимо потеплела. В науку вкладывались деньги. Конкурс для абитуриентов, поступающих в инженерно-технические вузы, зашкаливал. То же самое происходило и в театральных вузах. Несмотря на жесткий контроль за сферой культуры, советское кино достигло своего расцвета. На экраны один за другим выходили кинофильмы, снятые Ромом, Калатозовым, Чухраем. Появлялись новые имена в поэзии. И в Тушенко, Ахмадулина. Модными стали театральные постановки Ленинградца Георгия Товстоногова, Московского театра «Современник». Стал приоткрываться и железный занавес. Советские граждане потихоньку выезжали за границу. А иностранные граждане стали посещать СССР. В 1957 году в Москве прошел 6-й всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который съехались юноши и девушки из 131 страны мира. Конечно, нельзя отрицать того факта, что реформы Хрущева обошлись без ошибок. И распашка целинных земель закончилась экологической катастрофой. И кукурузу сеяли почти без разбору. В том числе в Приполярии. Но, по крайней мере, советскому гражданину и вправду жить стало лучше, жить стало веселее.